Доброго утречка всем! Все время пытаюсь сделать одно, но делаю что-то совершенно другое. Хотела рассказать о духах. Вон они у меня даже стоят там на столике о зимних ароматах. Но сегодня начала перебирать брошки. И увидела, что уже требуется новая коробочка. И решила показать, что же за это время добавилось. Есть у меня уже где-то там далеко, которое не найти видео о брошках. Ну вот теперь будет обновление коллекции. Что есть, что осталось. Конечно, на первом месте сразу привлекает внимание вся эта алиэкспрессовская бижутерия. Потому что искушение было большое. Красивые вещи. Вообще броши потрясающие, конечно. Изделия, они компактные, они украсят все, что угодно. Они настолько интересные, настолько красивые, что довольно сложно пройти, когда ты видишь там какие-то скидки большие на алиэкспрессе, на эти изделия. И вот результат этого. Практически две идентичные броши. Потому что была какая-то очень смешная цена. У них часто бывает сзади ушко. Вот здесь вот видно ушко, на которое можно подвесить как кулон. Но как кулон, наверное, он не смотрится. Как брошь как раз смотрится замечательно. Вся тематика цветочков, солнышек и прочих изделий мне тоже очень нравится. Потому что они всегда, как правило, достаточно симметричные. Что немаловажно для меня, например. И очень нравится вот этот теплый тон такого янтаря. Красивый. Я их не так часто использую. Кстати говоря, вот я специально взяла шапочку показать одну из брошей, которая на беретике. Такая простая, но украшает и привлекает внимание. А так на остальные вещи как-то редко используется. Но, тем не менее, это скорее действительно какие-то произведения такие для меня красоты. Не скажу, что искусство, потому что все это, по большей части, здесь современная бижутерия. Но, тем не менее, вот такая большая красивая брошь. Они есть в разных расцветках. Если смотреть на китайских сайтах, там, конечно, безумное разнообразие. Можно собирать и собирать. Это уже просто, по-моему, для того, чтобы был какой-то другой цвет. Тоже вот две идентичные. Потому что понравился цвет, трудно было выбрать. Но были приобретены две сразу. Очень много у них вот тоже тематика различных веночков. Таких разных. Вот этих там очень много в самых разнообразных цветовых сочетаниях. Такие вот веточки различные. Очень нежно, красиво смотрятся. Камушки не выпадают, что приятно. Вот такой вот вариант. Ну, теперь перейдем к чему-то более интересному. Тоже с Алиэкспресса, помню, покупала. Где-то у меня есть и видео, и ссылочки на это. Такая забавная показалась. Не помню, что было не дешевое. Очень крупная. Ну, интересно, я думаю, что можно как-то обыграть. Потому что на самом деле что-то такое непривычно дизайнерское. Вот эту брошечку мне прислала моя подписчица. Она сделала ее сама, своими руками. Поэтому мне она особенно дорога. Такая красивая. Далее ряд таких брошек, которые мне всегда тоже нравятся. Вот как я показывала на шапочке, они металлизированные. Я думаю, что это тоже, скорее всего, где-нибудь из китайских сайтов. Но они покупались мною то там, то сям, то в магазинчиках где-то. Вот они такие интересные. Как правило. Они хорошо смотрятся на пиджачках. Да, везде. Потому что такие достаточно строгие большинство из них. Это такой стиль, как у нас в Латвии любят такой. Простой, строгий, элегантный. Это такая забавная показалась. Ну и всякие вот веточки различные. Вот такая веточка. Вот это такая немножко попроще, конечно. Маленькие брошечки, маленькие-прималенькие, всякие разные. Которые тоже хорошо подходят на всякие шапочки, на то, на сё. Где-то подколоть, какой-то шарфик заколоть. Хотя для шарфиков есть очень много своих разных заколочек. Красивых, кстати говоря. Вот это старинная брошечка. Видно, она по-другому немножко сделана. Так. И вот эта тоже очень старенькая. Ей лет уже, ну не знаю, лет сорок, наверное, точно есть. Если не больше. Вот такая серебряная маленькая, с кошачьим, наверное, или каким-то там глазом. И ещё одна тоже маленькая. Ой, они такие маленькие, их даже не выдержать. Малюсенькая. Ну куда-то вот что-то подколоть, где-то так. Под перламутр. Тоже, в общем-то, красиво нравится. Тоже не знаю, куда и как носить. Но почему-то всегда, если вижу что-то интересное, не могу устоять от всяких вот жемчужинок различных. Вот такая тоже красивая. Чем они меньше, тем они мне больше нравятся. Тем они мне больше напоминают, что это настоящее. И вот такая веточка, на мой взгляд, тоже очень красивая, потому что тоже металл. Тонкая работа, там резьба на каждом листике и какие-то такие жемчужинки. Ну и те, которые совсем у меня такие довольно старенькие, различные. Видно даже по состоянию, что они такие неновенькие, почерневшие тут всяко-разно. Но, тем не менее, вот такие есть тоже забавные изделия различные. А это пожелтевшие. Как чистить, не знаю, потому что здесь так много всяких деталей. Поэтому вот они остаются в таком нечищенном варианте. Вот такая тоже пожелтела уже слегка. Такая веточка маленькая. Это ремесленники у нас в Латвии такие любят делать различные красивые серебряные изделия. И обязательно какой-то янтарик вставляют. Ну, потому что это такая тема у нас в Прибалтике популярная. Вот такой простенький совершенно. Ну, кстати, чем проще, тем проще его приспособить куда-то. Так, показывала или нет вот эта серебряная брошь. Внутри родонит. Раньше она была в виде кулона. Потом ушки обломались и мне припаяли сзади заколочку. Теперь можно носить как брошь. А был изначально кулону. Очень красивый. Так, и что же я тут вам еще не показала? Наверное, вот это не показала. О, это подаренная мне моей второй свекровью. Страшно сказать, сколько лет назад. Это ее была какая-то тоже бабушкинская или мамина брошь. Так что она мне передала по наследству. Простенькая. И сейчас, конечно, вот если сравнивать вот с этими разными, они гораздо интереснее. Но это же память. Это память. Это намного важнее, чем красота или состояние броши. Ну, вот такая маленькая коллекция, которая, тем не менее, занимает очень много места. Она у меня хранилась в красивой баночке. Вот в такой вот из-под чая. Я часто использую банки из-под чая. Очень она хорошо там все смотрелась. Но теперь их так много, что приходится уже искать для них какое-то другое место жительства. Тем более, что думаю, что все-таки коллекция будет потихонечку пополняться. Хоть, я говорю, это все не так часто носится, но, тем не менее... А, вот это забыла показать. Это уже очень старая брошь. Не знаю, тут уже из чего. Пластик, не пластик. Ну, вот. Вот такая она интересная. Под натуральный камень. А может быть, какой-то и натуральный камень. Очень винтажный. Потому что это тоже от бабушки досталось. Такие бывают иногда, как видите, вещи весьма посредственные. И такие ширпотребные даже, назовем это так. А бывают, конечно, какие-то очень-очень интересные. И пока у меня не сформировалось никакое понимание, как нужно коллекционировать броши. Потому что я не считаю себя коллекционером. Я просто собираю то, что мне нравится. Но, может быть, когда-нибудь у меня разовьется правильный вкус. И я начну как-то более осознанно делать покупки. А пока это просто море удовольствия. Целый столик удовольствия. Желаю вам перебирать свои запасы. Смотреть, что там. Потому что действительно многое забывается. Если не смотреть. Вот так. Теперь уже следующее видео. Надеюсь, на самом деле сделаю о духах, как и обещала. Всего хорошего. Пока-пока. Хорошего вам дня. Субтитры сделал DimaTorzok